Кто такой Такаева, кто на себя представляет в плане агрессии России против Украины? Это человек, который выступает за справедливость и за Украину, или все-таки человек, который четко следует своим интересам, интересам своей страны, завязанности на западные рынки, на китайские рынки? Не, ну давайте так. Считать Такаева проукраинским политиком, назвать Такаева цивилизованным западным политиком, для которого имеют значение какие-то ценности мировые, но это будет большим преувеличением. Такаев, в нем соединились две вещи. Одно, это вот такой феодальный подход к своей стране. Я феодал, я руковожу, я хозяин, я избавился от прежнего хозяина суверена, я его сумел выбросить, и сегодня страна моя. И Россия мне не будет диктовать. Он продолжит практику предыдущей власти по коренизации, где будет еще более жесткое выдавливание российского уже меньшинства. Недавно они были большинством, теперь уже меньшинством выдавливания из Казахстана, или давлению на них, чтобы они приняли правила жизни в национальном государстве. Государстве, в котором не будет большой демократии, поскольку ее там просто не может быть, там совсем другие устои, другие устройства. И даже когда мы говорим о демократическом Сингапуре, там все тоже построено на жесточайшем полицейском режиме. Просто жесточайшем. То есть это демократия по-восточному, и именно вот такое национальное, мощное государство хочет создать Такаев. Такаев – это огромнейшие сферы бизнеса. Это ресурсы. Это возможность войти в число самых богатых людей мира. И это для него тоже важно. Это создание своего мощного клана. Такаев никогда не имел клана. Это был подклан. Это были, ну, как бы люди на служении других кланов. Сегодня Такаев берет контроль над мощнейшей страной. И любые уступки России для него, ну, были бы гибельными. Во-первых, его не воспримут в той среде, которую он раскручивает в Казахстане. Там ведь серьезные протестные настроения. Там совсем не такая жизнь, амжиша радушная. Там ужасные социальные условия, особенно в определенных районах, в которых как бы создается огромная часть их ресурсной добычи и прочего. И ему в этой ситуации, ему нужно давить на определенные патриотические моменты именно в том измерении, в котором это характерно для Азии. Но при всем этом Такаев, это еще человек, который балансирует, он ведь прекрасно понимает, что Россия имеет возможность провести гибридную агрессию на севере его страны, где все равно еще много русских. Где многих из них встречали бы даже цветами. Где трудно развернуться на таком огромном обшире, казахской армии, которая довольно сильная, довольно мощная и неплохо вооруженная. Но он знает, что за ним стоит все равно и Китай, и Турция, которые его поддержат, которые его защищат. Более того, у него есть инструмент, который, ну, он не заменяет НАТО в плане как бы для Украины, для Литвы сегодня реально это помогает, для Польши. А является, ну, как бы суррогатным, но все равно определенным заменителем. Это материалы Душанбинского саммита. Давно, давно ШОС, Шангайская организация сотрудничества, под прямым давлением Китая, Душанбе приняло решение, с которым пришлось согласиться, в том числе и Путину. Ну, через сдавленные зубы, но он тоже подписался, подписался под гарантией территориальной целостности и немешательства в дела стран Центральной Азии. Все, этот вопрос закрыт. И Китай подписан фактически как гарант этих территорий, а Путин как формальный гарант, что никто не приступит к границе. У нас тоже был Будапештский меморандум, где Путин, ну, там Россия тогда еще, Ельцин, был как бы формальным гарантом. Но, с другой стороны, у нас не было реальной надежды, и уверенности, что за нас будут стоять. Так как у Грузии не было, так и у нас не было в 2014 году. И Россия смогла попереть. А вот сейчас как бы начал это работать. А там Китай имеет свои интересы и свои планы. Плюс планы Турции. И у них есть конкуренция определенная. И Такаев на этом умело играет. Он хороший дипломат. Давайте не забывать, у него дипломатическое образование. Он китаевед. Он знает китайский язык. Он имел отношение к спецсужбе еще Советского Союза. Именно по иностранной линии, по шпионской линии. И он очень хорошо отрабатывает свой опыт. Но возвращаемся все-таки к нам. Там у них главное то, что и Китай, и Турция являются хорошими гарантами, и Казахстан, ну, вряд ли подвернется российской атаке. Как бы это не хотелось Путину. И может Путину делать самые болезненные вещи, в том числе перекрывать импорт, прочие там, и много неприятных заявлений, и все прочее. Вернемся к нам. А наш интерес? А наш интерес здесь довольно большой. На самом деле это формальный фактор поддержки Украины. Мы на этом можем акцентировать. Это ОДКБ. Это путинское антинато. И в этом ОДКБ, мало того, что все между собой воюют и ругаются, но в этом ОДКБ есть мощнейшая страна, которая четко сказала, мы никогда не признаем никаких фейковых республик ЛНР, ДНР. Мы признаем территориальную целостность Украины. Это было подтверждено еще на Катарском экономическом форуме. Да, самое страшное для Путина, это ему в глаза было сказано откровенно, прямо на его путинбургском экономическом форуме. Мы исходим с принципа ООН. ООН гарантирует неделимость территории. Все, точка. И никаких ЛНР, ДНР быть не может. Но это удар в спину Путину. Серьезнейший удар. Для Украины это международная поддержка. И для Украины это определенная гарантия того, что Китай, как бы он там не подыгрывал России в плане экономики, ну, подыгрывает он не России, а себе покупка с огромным дисконтом российской нефти, сейчас закачка газа, прочее, это на пользу Китаю. Ну, пока что это дает и деньги России, но не столь большие, как бы ей хотелось. Но при том всем, чисто политически, Китай показал, он не хочет укрепления России. Захват территорий Россией, укрепление ее территориальное Китаю не нужно. Более того, агрессивная политика России для Китая вредна. И вот это сказано, это показано. Да, Китай не будет нашим союзником. Но Китай через поддержку Такаева в таких заявлениях, а я думаю, что Такаев перед тем, как это сделать, имел определенные разговоры в Пекине. Не обязательно, что он согласовываете фразы. Но он знает позицию Пекина. И он знает, что будет поддержан, если он будет высказывать что-то подобное. Вот это для нас определенный сигнал. Что Китай, не выступая на нашей стороне, точно не будет на стороне Российской Федерации. Вот позитив в этом есть. Вот это то, что нам нужно было получить. Ну и плюс оплеуха Путину и удар ему в спину, ну это точно в пользу политически, в пользу Украине. Да и на самой России некоторые, не все, не многие, но некоторые задумаются. Если уже такие свои, как бы, начинают бить, то чего ожидать дальше для Москвы, когда весь мир против нее. Субтитры сделал DimaTorzok